Нижний Новгород. Гость в студии. 12 часов в 11 минут в столице Приволжье. Мы продолжаем наше информационное вещание. Тех, кто до сих пор не верит, что действительно на Большой Печорской 33 все очень предельно открыто, можете зайти к нам на наш сайт nradio.info, напомню его адрес в интернете, и понаблюдать за тем, какое количество гостей сейчас заглянуло сюда, к нам на радио Нижний Новгород. Итак, с 19 по 24 апреля в нашем городе находятся делегации города Побратима, Новый Сад, это Сербия. И сегодня у нас в студии Радмила Ракин-Мартинович, директор музыкальной школы Исидор Баич. Здравствуйте. Маргарита Губченко, директор школы искусства номер 8, Елена Мишина, исполняющая обязанности, председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей, администрации города. Да, и также у нас в гостях еще и Ольга Борзенко, преподаватель школы Исидор Баич, тоже, соответственно, из Сербии. Ну, я думаю, начнем мы общение с Еленой Мишиной. Елена, расскажите, вот с какой целью прибыла эта делегация сюда к нам в город, что уже успели посмотреть, где побывать? Вы знаете, я немного расскажу о нашем сотрудничестве с Нови-Садом. Побросимские отношения были установлены в 2006 году, и на сегодняшний день Нови-Сад является одним из самых активных партнеров Нижнего Новгорода по поводу побросимских связей. У нас буквально все сферы охвачены сотрудничеством. Это и спорт, и культура, и образование. У нас очень ведутся активно школьные обмены. Второй раз мы уже проводим акцию по сбору художественной литературы для учебных заведений и библиотек Нови-Сада. В прошлом году очень ярко прошли Дни Сербии в Нижнем Новгороде. И важно отметить, что это мероприятие проводилось при поддержке и посольства России в Сербии, и посольства Сербии в России. Госпожа Елица Курек, посол Сербии в России, посетила Нижний Новгород, чтобы лично открыть Дни Сербии. Вместе с ней была делегация сербских бизнесменов, которую возглавлял директор торгово-промышленной палаты Сербии господин Милош Булгарин. В рамках Дней Сербии также состоялся концерт известной оперной певицы из Сербии Ядранки Юванович. Открыта была фото-выставка. Кстати, фото-выставки очень часто проходят на базе Русского музея фотографии. Состоялась демонстрация фильма «Монте-Видео». На базе спортбара мы организовали вечер сербской кухни, и к нам приезжали сербские байкеры. Но это были не просто байкеры, а самым главным байкером был член городского совета Нови Сада. После этого, осенью прошлого года, мы провели презентацию Нижнего Новгорода в посольстве Сербии и нашли очень большой отклик. И вот одним из участников обменов была Маргарита Борисовна Губченко, директор школы искусства номер 8. И вот она стала идейным вдохновителем нового проекта. Именно в рамках этого нового проекта к нам сегодня прибыла делегация из Сербии. Ну, прежде чем мы перейдем уже к беседе непосредственно с самой делегацией, у меня такой вопрос. Складывается такое впечатление, по крайней мере, в нашем информационном пространстве, что самые теплые, самые действительно дружеские отношения у нас именно с городом Новий Сад. Хотя городов-побратимов у Нижнего Новгорода достаточно. Согласны с этим утверждением или нет? Вы знаете, у нас 11 городов-побратимов, и с каждым из них у нас сложились теплые отношения. Когда у нас будет делегация из какого-нибудь другого города, вы поймете, что и с другим городом у нас такие же теплые отношения. Это мое субъективное мнение, да, я здесь в Косрочнике. Мы с Сербией близки не только пространственно, но и по духу. Поэтому, как сегодня уже цитировал Сергей Александрович Горин, одного нашего сербского коллегу и друга, славянские народы понимают друг друга не на уровне слов, а на уровне мыслей. Главное смотреть в глаза друг к другу, и у нас уже все будет понятно. Сейчас это и проверим. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, напомню, что у нас в гостях сегодня еще и Маргарита Губченко. Маргарита Борисовна, добрый день и вам. Добрый день. Давайте, может быть, уже расскажите о том, что интересного уже успело произойти за эти дни. Ну, вот я два года назад была с визитом с Общепразовательной школой 13-й в Новесаде, и меня очень радушно принимала в Новесаде директор музыческой школы Радмила Ракин-Мартинович. И вот, как бы я мечтала все эти два года с ответным визитом пригласить делегацию сюда, в Нижний Новгород. И вынашивала свои планы, тщательно, так сказать, продумывала. И, наконец, появился прекрасный повод для приглашения. Это 140 лет со дня рождения нашей школы искусств номер 8 имени Вилуана. Вилуан Василий Юрьевич замечательный человек. 140 лет назад именно он возглавил музыкальные классы при Нижегородском отделении императорского русского музыкального общества. Послал его сюда знаменитый русский пианист Николай Рубинштейн. И вот вся история музыкального профессионального образования начинается с этих лет. Мы подготовили к юбилею хороший большой фильм, концерт праздничный, и были вот счастливы пригласить именно на эти события такую представительную делегацию из четырех человек из города Побратима, Новый Садов и коллег по профессии музыкантов. Мы кое-что пытались им показать. В нашем городе, конечно, ряд музеев. Мы ездили с ними в Дивеево, смотрели архитектурно-православный комплекс. Мы посетили музей фотографий, который охватывает исторический период не только фотографий развития, но и нашего города, нашего края, и не только России. Мы посетили замечательный музей художника Александра Николаевича Юркова, музей флористики, в селе флористики, который работает. И, в общем-то, гуляли по Нижнему Новгороду, пропитывались его, так сказать, архитектурными какими-то моментами, примечательностями. Великолепные набережные. Все производят, как мы надеемся, самые лучшие впечатления на наших гостей. Я думаю, что у нас есть сейчас уникальная возможность узнать их впечатления, но не только о нашем городе, еще и о нашем образовании, с которым мы пытались очень хорошо их познакомить. Были с визитом в 12-й музыкальной школе, сегодня в 3-ю музыкальную школу. То есть не только с 8-й школы ознакомились они, а и другие школы тоже. И сегодня на пресс-конференции они получили много подарков от нас в виде записей, книг, буклетов. Мы очень надеемся, что впечатление именно на нашей системе образования музыкального будет самое благоприятное. Самое время, конечно, спросить у них самих. Пожалуйста, я напомню, что у нас в гостях Радмила Ракин-Мартинович, директор музыкальной школы Исидор Баевич. Радмила, можно так обращаться, да, к вам? Ну, поделитесь впечатлением, как вам наш город, город по-братиму, все-таки Новесаду, что уже успели посмотреть, ну и, наверное, коротко еще раз о впечатлениях. Парти. Прво, пунно поздрава из Нового Сада за все становнике Братског рада Нижног Новгорода. Пуно поздравлямо све и честитамо вам на томе какве музыкские школы имате. Большой привет всему Нижнему Новгороду от Нового Сада и большие музыкальные приветы вам. Ми смо били на прослави 140 година музичке школе број 8, захвалюючи нашу и драгој пријателјици Маргарити и Гупченко. И јуће смо посетили музичку школу број 12, а данаш ћемо музичку школу број 3. Благодаря Маргарити Бориса Вни Гупченко, ми були на 140 лети основане музикальне школу номер 8, а вћера ми посетили музикальну школу номер 12. Имате изузетно квалитетне школе, имате јако талентоване ученике, имате јако добре професоре и ако смем да препорућим, чувајте их, чувајте их, јер су они редкост и нема пуно градова у свету који имају 20 музичке школа. Ви имејте очень качественне школе, талантливых дитеј и прекрасних педагогов. И мајо пожелание што би уберегли их. Нижни Новгород је диван град, једина је за нас кад од одђемо из Србије, све овде јако велико, велика нам је Русија, велике су и широке улице, огроман је Нижни Новгород и мало се збунимо због тога. Ми пријхали и удивились огромности Нижнева Новгорода широким улицам, широкой Волги и немашка даже були смущини. Найлепши утисак, ми пак поглед са Кремља на ушће Оке и Волге, то је нешто чега ће се сећати целога живота. Самое большо испечатлене произвело то место где вливајца АКА Волгу. Это, конечно, грандиозно. Пуно нових искусств в Осамовде стекло, и пуно знаня, и надам се, да је се сарадне између Србија и Русија, и Нижнег Новгорода, и Новог Сада наставити. Огромный опыт приобрели мы, и много других знаний, и надеемся, что сотрудничество между Нижним Новгородом и Новым Садом продолжится. Ну что ж, огромное спасибо. К сожалению, время нашего эфира очень ограничено. Пролетело очень быстро. Напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях побывала целая делегация из города Побратима Новий Сад, а именно Радмила Ракин-Мартинович, директор музыкальной школы Исидор Баич, Ольга Анатольевна Борзенко, преподаватель этой школы, Маргарита Борисовна Губченко, директор школы искусств номер 8, а также Елена Мишина, исполняющая обязанности председателя комитета внешнеэкономических, межрегиональных связей администрации города. Говорим огромное спасибо. Что-то напутал я, да? Или как? Все правильно. Большое спасибо. Большое спасибо. И до встречи. Спасибо. Спасибо вам. Впереди порция дорожной информации на радио Нижний Новгород. Оставайтесь с нами. Нижний Новгород. Движение. 12 часов и 22 минуты в столице Приволжье. Мы продолжаем рассказывать о пробках на дорогах города. Спонсор выпуска дилерский центр Хионда компания Агатова. Галс. Итак, сейчас в верхней части города стоит Варварская. На участке от площади Минина до площади Свобода 5-минутный затор. 6 минут потеряете на Варварке от площади Свобода до площади Минины Пожарского. Восьмиминутная пробка на Алексейской. От Звездинки до площади Минина. Пробка там же, но уже в обратном направлении. Стоит Родионова от торгового центра Фантастика до Казанского шоссе. В заречной части 15-минутная пробка на улице Культуры и Федосенко. От Федосенко, простите, от Никиты Рыбакова до 8-го марта. Стоит улица Успенского от Космонавта Комарова до улицы Новикого Прибоя. Пробка на улице 50-летие Победы от проспекта Героев до Суромского шоссе. И ровно столько же, а именно 6 минут, потеряете на проспекте Ленина. Там пробка от метро Заречный до метро Двигатель Революция. А также на Удмуртске от Кузбасской до улицы Донбасской. Если вы знаете больше, звоните, сообщайте номер нашего голосового портала 4230 99.5 кнопка 1. Ну а наш эфир прямо сейчас продолжит небольшой рекламный блок, следуя за ним музыка. Ровно в 12.30 эфир выйдет лента новостей. Не пропустите.